Электронная почта принесла интересную тему. Ну что-то о печали, о том, что не надо печалиться. И я не совсем разделяю эту точку зрения, а там были подобраны афоризмы и пословицы, как раз обличающие печаль, что это, дескать, очень нехорошо. Конечно, всю жизнь печалиться нехорошо, но время печалиться очень даже неплохо. Я решил расширить эту подборку, еще поискал, что говорят известные, уважаемые мной люди. Сделал более жизнерадостную иллюстрацию. В той подборке иллюстрации была там изображена какая-то мертвая девушка, а я изобразил мирно сидящих людей за столом с цветами. Но нити, идущие сначала из океана, потом эти нити превращаются в рыб, потом эти нити превращаются в животных, в птиц, а потом уже в людей. И еще выше этажом уже наши современники. Ну что же, вот почитаем эти афоризмы и поговорки. Начинается все с индийского чего-то, с индийского. Увеличим немножко экран. А печалил ли кто тебя? Не печалься, ибо ему подобишься. Ведь никто не исцеляет злом зла, но добром зло. Василий Великий. А, ну это я ошибся. Сначала идет вот афоризм весель нашего прекрасного царя из древности Василия Великого. Можно сказать, даже мудрого. А вот теперь индусская. Бедность доставляет человека стыдиться. Стыдящийся лишается мужества. Лишенного мужества все унижают. Униженный впадает в отчаяние, а отчаявшийся охватывает печаль. Печаль лишает рассудка, а лишенный рассудка гибнет. Хита падэша. Ну, в переводе я бы говорил, конечно, не что отчаявшийся охватывает печаль, а отчаявшийся хватает уныние. Уныние лишает рассудка, а лишенный рассудка гибнет. Такой перевод был бы более правильным. Что снимающий с себя одежду в холодный день, что уксус на рану, то поющий песни печальному сердцу. Библия. Притча 25, запятая 20, видимо, 20-го раздела. Не стоит принимать близко мрак Ветхого Завета. Именно знатоки Ветхого Завета не узнали Бога и распяли Его. Косоговский. А печалил ли кто тебя? Не печалься, ибо ему уподобишься. Ведь никто не исцеляет злом зла, но добро зло. Василий Великий. Там это как бы было в заголовке, а теперь уже в самом тексте встречается этот айфоризм. Для человека нет ничего хуже печали. Менадр. Что червь в орехи, то печаль в сердце. Печаль не красит, горе не цветит. Русская пословица. С печали шея равна с плечами. Как красиво сказано, как будто голову снимает. Но я бы все-таки называл это унынием. Чужую печаль и с хлебом не съешь, а свояясь с калачом в горло не идет. Русская пословица. В печальном положении несчастье множится сами собой. Хитопадеша. День меркнет ночью, а человек печалью. Русская пословица. От печали немощи от немощи смерть. Русская пословица. В горах печали камнепадом напрасно грудь не подставляй. В горах печали камнепадом напрасно То есть лучше бы так было сказать, что в горах камнепаду из печали напрасно грудь не подставляй. О, Вайси! Избегай удовольствия, м? Которое рождает печаль. Салон. Но Салон знает, что он говорит, потому что у него было 800 жен и он хочет сказать, что не надо иметь 800 жен. Не избегай удовольствия, которое рождает печаль. А он же еще создал такой айфоризм, чем больше знаний, тем больше печали. И этого у него откуда идет. У него было 800 жен. Он у всех их познавал. Конечно, это идет к печали, потому что сердце считает не ласки с разными женщинами, а разлуки с этими женщинами. Беды до печали с ног скачали. Русская пословица. Моль одежду ест, а печаль сердце. Русская пословица. Было бы сердце, а печали найдутся. Ключевский. Сердцу, если страсть гнетет, мука боли подобает, жизнь над печальнику невзгод в дальней доле подобает. Ужасный какой перевод, а? Надо было бы сказать по-другому, что если сердце страсть гнетет, да, ладно, ставим этот перевод, некуда сейчас этим заниматься. Это было стихотворение им им одина на сине. Печаль море утонешь, пропадешь. Казахская поговорка. Найди слова для своей печали, и ты полюбишь ее. Оскар Ольд. Терпеть не могу это, Оскар Ольд, но в данном случае прекрасно сказано. Потому что если найти слова печали, то как бы при подборе слов начинается процесс осмысления. Осмысление самых глубин. Потому что слова-то идут из глубины скрытой печаль больнее ранит грудь. Хасров дыхлеви. Все может ослабить время, но не моя печаль, а види. Печальному сердцу лекарства терпение. Хасров дыхлеви. одна печаль заставляет забыть другую грузинской пословице. Уже в этом есть какой-то оптимизм. Ну вот, а теперь побольше целительного оптимизма без уныния. Пушкин. Мне грустно и легко печаль моя светла, печаль моя полна тобою, Пушкин. Печаль души моей ее венчальное покрывало, оно ждет ночи, чтобы его сняли. Робин Дранат Тагор «Если хочешь жить, не зная печали, считай будущее прошедшим». Эпиктет. «Всякий зверь после наслаждения печален». Аристотель. Но Аристотель прав, конечно, если наслаждаться случайными женщинами. А если наслаждаться любимым, то печали не будет. Да. Нет человека без печали, а если есть, то это не человек. Поговорка. Грубым дается радость, нежным дается печаль. Есенин. Унынье гнетет, смех дает отдых. Печаль исцеляет. Косогурский честушки веселы и дают отдых душе. Косогурский. все русские песни грустны, но эта грусть настраивает на искренность, а искренность единственная дорога к жизни. Улыбка лишь посох в этой дороге. Косогурский. удовольствия мимолетные, печаль голубока. Китайское изречение. Когда уши закрыты, печали проходят мимо. Китайская пословица. Музыка лучше утешения для печального человека. Вот это надо объяснить, мне кажется. И Шекспир тоже самое говорит, музыка глушит печаль. Почему же это так происходит? Потому что музыка, она задевает самые глубины человека. Там нет слов, остается только ощущение. А ощущение увозит все в глубину. А в глубине ничего не может быть другого, как черпается силы жить дальше. Это отточено природой. Об этом позаботился Господь Бог, чтобы так было устроено в Его совершенном мире. От всякой печали Бог избавляет русская пословица, то и всякой печали осмысляется и проходит. Печаль, тоска, сожаление, отчаяние это невзгоды переходящие, не укореняющиеся в душе и опыт нас учит, как обманчиво горькое чувство, под влиянием которого мы думаем, что наши беды навсегда. Жан-Жак Руссо. Не удивление, а недоумение и печаль суть начала философии Артур Шопенгауэр. то есть печаль она как я говорю пробуждает искренность, а искренность путь к жизни, а жизнь это познание. То есть это и начало философии. Кто только узнает счастье, кто печаль перенесет. Шота Руссо вели. Ну вот такие поговорки. Надеюсь, останется самое главное впечатление, что не надо бояться печали, не надо стремиться к легкомысленным песенкам. легкомысленные песенки на секунду только могут облегчить наше состояние души. Но только когда человеку скучно и грустно и плохо, именно грустное произведение искусства, песни, проза, стихи великих классиков, они излечивают душу, потому что они нас настраивают на искренность, то есть видеть жизнь просто так, как она есть, без ложных заблуждений. Субтитры